Денис Владимирович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько агроусадеб существует в Гомельской области и сколько открылось в этом году? Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые зрители. Если смотреть тенденцию, то у нас не так много открывается агроусадеб каждый год. В 2014-2015 году было открыто по одной агроусадьбе. И в этом году, в первом полугодии, тоже уже открыта одна агроусадьба. Хотя тенденция есть, и сейчас на рассмотрении в местных органах власти тоже есть люди заинтересованные, которые сегодня работают над тем, чтобы открыть такие объекты. Надеемся, что у них получится это сделать в этом году. В Гомельской области зарегистрировано 196 агроусадеб, и по итогам прошлого года 191 осуществляла свою деятельность. Насколько сложно открыть агроусадьбу? Для того, чтобы открыть агроусадьбу, необходимо прежде всего желание человека, который решил заниматься этим направлением деятельности. Ему необходимо обратиться в местный сельский совет депутатов, написать заявление, оплатить одну базовую величину, которая сегодня составляет 21 рубль, и зарегистрироваться в налоговой инспекции по месту жительства. В принципе, это и все условия для того, чтобы человек мог легально начать заниматься этим видом деятельности. Проводятся ли в Гомельской области обучающие семинары для желающих открыть агроусадьбы? Ежегодно Управление спорта и туризма Гомельского облсполкома совместно с заинтересованными, а это и Белагропромбанк, местные исполнительные комитеты, налоговая инспекция, комитеты по труду занятости, социальные защиты проводят 4-5 обучающих семинаров для субъектов агротуризма. Эта работа проводится прежде всего с теми людьми, которые заинтересовало это направление деятельности. Хотя в этом году мы немножечко пошли другим путем. Уже проведено 14 встреч, и эта работа продолжается. В каждом регионе Гомельской области мы работаем по предложению нашего губернатора с людьми, нуждающимися в трудоустройстве, особенно на территории сельской местности. А в чем интерес государства? Интерес государства на сегодняшний день очень простой. Это прежде всего занятость населения, и особенно в сельской местности. Это первая, наверное, причина, почему сегодня мы заинтересованы в том, чтобы это направление развивалось. Ну а для нас, как и для управления спортом и туризмом, очень важно, чтобы в каждом регионе Гомельской области, в каждом районе появлялось как можно больше объектов туриндустрии. Ведь сегодня необходимо уже переходить абсолютно на новый уровень работы в этом направлении. Так называемые кластерные модели развития туризма. Это когда не только один музей, либо одна гостиница работает в системе приема туристов на территории района, а целый объем услуг может предложить любая территория. Поэтому агротуризм – это как один из основных элементов развития этой кластерной модели. Как популяризировать свой туристический объект? При нынешних современных информационных технологиях самое простое и самое элементарное, что можно сделать после того, как человек открыл агроусадьбу, – это заявить себя через интернет. Это разместить свою страничку где-то в социальных сетях, разместить страничку на популярных сайтах продвижения, либо размещения, таких как Booking.com, которые позволят широкому кругу людей по всему миру узнать об открывшейся агроусадьбе. В каждом отделе образования, спорта и туризма рай, горы, сполкома заинтересованы сегодня в продвижении своего продукта, национального продукта, регионального продукта. Поэтому активно принимать участие в приеме журналистов, пресс-туров, рекламников, которые сегодня организовываются как по линии управления спорта и туризма, так и по линии рай, горы, сполкомов. И это один из качественных элементов продвижения своего продукта, своей агроусадьбы. Активно печататься, не стесняться распространять визитки, либо какой-то другой рекламный материал в местах скопления людей, через радио, через телевидение. Механизмов очень-очень много. И поверьте, мы сегодня готовы помогать владельцам агроусадьбы себя популяризировать, пропагандировать и рекламировать. Спасибо большое, Денис Владимирович, за беседу. Спасибо вам тоже за то, что вы проявили интерес к этой теме. Я надеюсь, что с помощью вашей передачи любители агро-туризма и тех людей, которые захотят открыть, агроусадьбу станет больше.